всем привет народ приехала четвертая ось не хотел показать делать распаковку думал покажу ее вам уже на станке но тут стал распаковывать и прям удивило меня такое упаковочка то есть четвертая ось простенькая такая ну скажем так ноунейм то есть это никакой не брендованный товар но несмотря на это смотрите как все аккуратно то есть отдельная коробка конкретного размера есть такие ну как вроде ложементы да вот здесь у нас обратные кулачки на оси будет 100 патрон 100 миллиметровый вот четыре обратные три обратных кулачка с этим место под 4 видимо подразумевается что если будет комплектация под с 4 кулачковым патроном то и под нее сгодится этот ложемент ключик с пружинкой дальше здесь у нас в отдельный что меня очень порадовал но не то чтобы порадовала я как говорится из-за этого условия только и заказывала то есть чтобы в не обязательно был съемный конус задней бабки был конус и вот эти все приспособления были съемными то есть здесь mt2 то есть конус морза 2 вот здесь в данном случае у нас вращающийся центр вот и конус морза центр очень аккуратный маленький компактный так ну ладно давайте выбирать не будем он сейчас пригодится так смотрим дальше эти сначала вот это так тут у нас задняя бабка тоже в своем месте в своем ложементе представляет она из себя такую вот чушку алюминиевую достаточно увесистую вот ну и здесь все как-то более или менее как по-взрослому есть рукоятка для фиксации причем она имеет возможность перебрасываться и судя по температуре она наверное какая-то металлическая то есть либо силу мин но не пластик уже приятно внутри стоит латунная . видны и которые поджимают и 0 вот и здесь чугунный маховик он правда не имеет рукоятки но в принципе тут ход у нее всего 35 миллиметров одно крутится приятно на вылете пиноль практически не имеет люфта то есть чуть-чуть покачивается но здесь пиноль это вообще задняя бабка как говорится не для токарного станка что она будет постоянно работать туда-сюда ходя она просто будет поджимать деталь вылезать стопориться то есть сверление в ней производится не будет поэтому люфт пиноля но там будет зажиматься этой рукояткой и в принципе для работ по древесине это будет достаточно за глаза вот единственное что я не понял видимо китайцы промахнулись длинной потому что если сюда при полностью завернутый пиноли затянутый если сюда вставить конус то он фиксируется а по-хорошему он должен при возврате обратным ходом он должен задавляться вот ну в общем нужно будет здесь наверное или внутрь что-то бросить или проще наверное здесь засверлить отверстие и вернуть туда какой-то болтик чтобы увеличить длину от оправки чтобы выталкивалась так ну бабка такая увесистая то есть не выглядит она как такая как как детская хотя и маленькая так ну ладно переходим дальше дальше у нас сама подвижная четвертая ось вот здесь веса так веса так а мы сейчас может быть даже ее взвесим так сейчас мы ее взвесим видно нет ну почти 7 килограмм 6 8 вот такая вот здоровенная чушка но тут немалый вес это патрон потому что по развесовки так то есть она почти что перевешивает вот патрон 100 миллиметровый такой ну токарный стандартный полноценный как обычно на маленьких токарников так а вот бабка нет я подумал то что та же самая заготовка нет другая здесь у нее пазы совпадают для крепления и по ширине тоже совпадают моторчик стоит вот такой вот несмотря на то что 76 миллиметров длина 3 амперный не помню насколько он килограмм надо будет посмотреть но по маркировке можно глянуть такую вот имеем ременную передачу здесь у нас ремешок htd 5 м длина 360 ширина 15 миллиметров вот и передаточное отношение 1 к 4 то есть у нас здесь приличная такая редукция получается вот тут пластинка для натягивания ремня то есть мотор сдвигается вот ну в общем то и все в принципе больше тут интересно рассказать нечего надо ее крепить и запускать настраивать мать 3 запускать пробовать да давайте еще проверим сейчас соосность как будет выглядеть я в переднюю бабку зажму зенковку такую небольшую а в заднюю родной конус который идет в комплекте зажал зенкер и теперь эта плита поверочная она ровно вот так вот можно сказать практически идеально так ну что наверное с распаковкой на этом все теперь нужно будет подключить и посмотреть как она будет работать всем спасибо за внимание всем пока пока